Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Станислав, вы на канале с Филиным. Сегодня у нас в гостях Наталья и Вячеслав. У них тоже влог, они из Канады переехали обратно в Россию. Здравствуйте. Здравствуйте всем, очень приятно. А, у нее блог, не у вас, понятно, хорошо. Сначала в сутки. Ну, расскажи чуть-чуть о вашем блоге, Наталья. А, да, у нас действительно есть блог, он называется «Из Канады в Россию». Если кому-то интересно, как мы переехали, как мы на это решились, в этом блоге вы можете увидеть первый год, это когда мы еще были в Канаде, год до переезда, и два года, который мы уже живем в Краснодаре. Как мы здесь устроились, как мы ассимилировались, как наш сын младший пошел в школу и так далее. Так что приходите в гости. Ну, и как вы отдыхаете на море из Москвы, тоже на это можно посмотреть. Я это вспоминаю, когда я в Крыму был, и вот сильно хочется. Сейчас у нас холодно, дождь, серое небо, очень сильно хочется на юг опять поехать на месяц. А? Уже купальный сезон открыли, 2 мая. Покупались. В ледяной гости. И купалось, это вот морж. Ну, я бы с удовольствием сейчас нужнул. Ну, давайте, ладно. Расскажите, пожалуйста, в каком году вы переехали в Канаду, и почему в Канаду? Мы переехали в Канаду в 2007 году. Почему в Канаду? Ну, во-первых, наверное, потому что там жила моя родная сестра. Сейчас они живут в Америке, но в тот момент они уже года 4 или 5 уже жили в Канаде, в Айтроке. И муж ее занимался и был иммиграционным консультантом, и он помог нам найти русского работодателя, который согласился сделать, ну, взять вот Славу, Слава был главным заявителем, и согласился взять его на работу. Русскоязычного. Русскоязычного. Ну, да, а то вдруг кто-то обидится. Не, ну, он украинец, поэтому я не знаю. Хорошо, а где вы работали по приезду в Канаде? Ну, я-то заехал как плотник, то есть рабочая виза у меня закрытая на год была как плотник, ну, естественно, сайнинги, первый шаг. Объясните, пожалуйста, извините, я переписал, объясните, пожалуйста, что такое закрытая виза, может быть, не все поймут. Закрытая виза – это разрешение на работу на одного работодателя, то есть я не могу от него ни уйти, ни уволиться, и он меня может уволить. Грубо говоря, меня посадили на цепь на три года, и если бы он меня выгнал, то, грубо говоря, я бы уехал обратно сразу же в течение несколького времени. А сколько времени дают, чтобы все упаковать и уехать? Я не знаю, мы до этого не начали. Да, вы там не думали еще пока. У нас была цель, мы к ней шли, у нас было четверо детей, причем было, ну, в тот момент они уже не дети, я в этом смысле. Сейчас они уже взрослые дяди три и один еще подросток. А тогда нам нужно было как-то там застопориться, все хотели, мечтали, но мы, естественно. А работодатель этим пользовался, что он не мог никуда уйти, и вот поэтому было всего лишь 14 долларов в час у него. Поэтому мне, у меня была открытая виза, да, как это называется? У тебя закрытая, у меня было разрешение на работу. Я была... Клининги, пока не насобирала себе клиентуру, потому что я вообще-то приехала как звездный мастер маникюра, у меня в России была. Обслуживались такие товарищи, что... Да, тогда если вы ездили на машину. Ну, хороший, хороший, хороший. Хорошо, а вот вопрос тогда, если вы были звездой маникюра в России, тогда почему вы переехали в Канаду? Вот именно почему? Что вас подтолкнуло? Просто посмотреть на новую страну или... Скорее всего, да, вот так вот, как это не странно звучит, очень даже не банально, но это странно, наверное. Вот просто хотелось посмотреть, ну и сестра назвала, они там уже более хотели жить и оставаться. Мама моя тоже туда рванула сначала по гостевой визе, потом она приехала через год, говорит, ой, всё, давайте, поехали, поехали. Нам сказали, что, в принципе, тогда цены были на недвижимость чуть-чуть выше, чем в России. Вот чуть-чуть выше. У нас квартира в Сталинском доме трёшка стоила тогда 150 тысяч долларов. И можно было квартиру в Ванкувере за 200 купить. Поэтому мы такие, о, классно, чё, так посчитали примерно, зарплаты какие там, всё. Ну и опять же, пять мальчиков, слушай, почему сказать пять мальчиков? Четыре мальчика. В смысле, вот про армию мы, естественно, думали. Мы думали про это. Тем более была такая, что здесь то кризис, то не кризис, и вот это вот всё, нестабильность. Кстати, наши подписчики нам всегда обвиняют на что, ой, вы типа вот свалили, когда всё было плохо. В 2007 году было всё вообще шикарно, а в 2008, 2009, 2010 настолько было тут всё хорошо в России, что даже те, кто вообще ничего не умеет и ни к чему не приспособлен, даже они себе понаделали квартир с золотыми унитазами. Вы уехали в Северную Америку прямо в самый кризис? Нет, нет, за полгода тогда. Да, ну примерно, в 2008 начался кризис, жесточайше. Когда из 40 человек, расскажи, вот эти 40 человек работают. Ну, кстати, к вашему вопросу, а чтобы было несколько вызов, меня бы отправили. Вот как раз так начался кризис, причём я не знаю, как он здесь прошёл, но по Канаде он бабахнул жёстко, особенно это. У нас, таких, как я, было у нашего русскоязычного бывшего брата, где-то человек 40 вот с такими, на 20-50 лет. И был момент, когда начали закрываться сайты, ну, рабочие проекты, и он такой звонит нашему прорабу и говорит, завтра один должен сидеть дома. И мы брали спички 10 человек и вытягивали. И тот, кто вытянул, уехал потом. Потом всё-таки уехал домой. Выкнали. Ты ещё скажи, что из 40 много уехали, но ты вот ещё там человек 5 всего остались. Но это ещё не, как бы, твоя заслуга, потому что... Ну, первое, я буду дальше, а второе, я буду дальше. Нет, ну, потому что он умеет, как бы, делать примутникам, плиточникам ещё и до уезда. Вот, кстати, надо сказать, что мы обычная, как бы, семья, просто которая всегда работает руками. Я делала ногти, он плиточник. Мы и в России это делали, мы и в Канаде приехали, и то же самое стали это делать. Поэтому, а те, кто приезжал из России, из Украины, вот к нему, к работодателю, они же кто-то. Кто-то, не знаю, инженер, кто-то там украинец. Ну, что, они сильно там умеют этот сайдинг делать? Конечно, нет. Поэтому в основном такие потом мы поехали домой, когда прийти. А вот эти вот ручечки, вот эти вот ручечки... Ну, понятно, это такие профессии и в Канаде, и в России можно хорошие деньги заработать. Потому что вы, правда, работаете руками, работаете на себя. У нас, да, у нас не было материальных проблем. То есть не было причины уезда материальных проблем. Нет, у нас тут было всё... Мы, кстати, как раз только вот встали на ноги, вот в России. Потому что... В южном всё... Да, то мы жили по квартирам, скитались в какой-то вообще малосемейке. 12 квадратных метров мы жили там шестером. Представляете, вся квартира. А, квартира... Да, 12 квадратных метров, малосемейка вообще. Я там и ногти днём пилила, а ночью мы там жили. Вот. И вот только мы квартиру купили, потом маленькую, потом продали. Побольше купили, опять продали. Ещё больше купили. Нет, мы как раз только встали на ноги, сделали ремонт. Я как раз только Владика родила, вот ему два года. А потом Селина родила, ты что, ну поедем? Ну, а что, что? Ну, а что, что? И куча клиентов у меня. Полипукт вообще на все дни. Он тоже есть, у него там звонят, телефоны ему обрывают. Ну, что, поехали? Ну, давай, поехали ещё. Интересно. Ну, это прям вот чисто по-русски, как вот история России. Только поднимаемся на ноги и сразу что-то влево или вправо. Сразу... Интересно, цели все достигнуты. Что дальше? Другие цели ставить. У меня тоже самое сейчас проблемы. Все цели я достиг, теперь нужно другое что-то придумывать. Из Канады почему мы тоже уехали? Потому что всё, больше не осталось. Ну, об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас расскажите, пожалуйста. Вот вы прилетели в Канаду. Ваши первые впечатления? Потрясающая природа Ванкувера. Вообще Ванкувер и чистота. Тогда была, сейчас уже. Тогда была чистота и потрясающая. Это, конечно, чаша из гор, океан. Воздух еще, воздух очень такой прямо. Ну, а сразу, сразу, типа не очень. Вот когда мы ехали по центральному, еще в Канадуру, через Канаду, правда, не ехали, но мы ехали так, по достаточно богатому району. А потом мы заехали в обычный, грубо говоря, вот эти сарайчики. Я еще так посмотрел, я думаю, господи, а что тут такое? Что происходит? Что они так строят из этого ипалок? А, они что, деревянные, да, они панерные, даже не деревянные, а не панерные. Да, вот это для меня было такое. А, у меня еще очень такое было впечатление от ока. Я поразилась, насколько вот, знаете, вот в железе, вот такая тоненькая железочка, и оно одинаковое. То есть оно вот в окраине. Я не знаю, что это такое. Там вот, я не знаю, может быть, вот в этом втором-то там, наверное, похолоднее, там все-таки, наверное, вот такие, а там алюминиевые окошечки, такие, как сарайчики у моей бабушки. Я думаю, боже, как они тут? И потолок был очень интересный, такой попкорн везде, куда не придешь, везде этот попкорн. Вот это бассейн. Объясните зрителям, что вы имеете в виду попкорн? А, потолок, который задувается. Вот шуба. А, да. Как он называется, декоративная штукатурка, такая, как пушками. И просто из этого задувают, из такой машины специально. Чтобы не париться, не выравнивать стенки. Просто задули, и все. И у них везде эти попкорны. И в ресторанах, и в квартирах. Сейчас уже, правда, стали уже по-другому делать. А раньше вот так только и было. Вы приехали. Красивая природа. У вас работа. 14 долларов в час. Что вы могли себе позволить на 14 долларов в час тогда? Ну, по-другому, грубо говоря, мы себе не отказывали во всяком виде, в одежде. То есть, ну, не одевались там в шельках, конечно, но в приличной одежде. Машины, конечно. Машины мы могли себе сразу позволить. За 2 тысячи было. Ну, это как бы было до кризиса. То есть, аренда жилья тысяча. Тысяча 150 у нас. Ну, поговорим о том, что было зарплаты. 22 тысячи с чем-то. Ну, с каким это особенностям. Стоит 200. И вот, говорю, ну, как жить. 150 долларов, когда стоила идельная, или даже двухнедельная загрузка в Коско. 150 долларов. То есть, получалось у нас где-то 300 долларов всего лишь на питание. Ну, я еще в футбол ходила 5 раз. Ну, забыла на это. Ну, это поначалу. Ну, это сладкая снова халява. Как же мне могло пройти. Ну, как мне не понравился контингент, и я перестала проходить. Ну, мы же тоже, мы приехали. Мы же не знали, что там тоже как бы социальные там всякие разные слои. Мы что, приехали канадцы, а не все канадцы. Но потом начали различать, что они не совсем канадцы. 150 долларов загрузить грузовик на две недели, это, конечно, великолепно. Такую большую семью. Когда я в 16-м году, вот, прям перед отъездом, я закупался примерно на 500 долларов на одного человека, на одного меня. Так что цены тогда взлетели очень сильно. Ну, да, после кризиса и до сих пор. Вот, нет, мои друзья говорят, что цены еще взлетели, еще больше стали. Во-первых, если вы помните, вот как-то в один момент, я уже не помню, какой год, когда доллар-то был один к одному, да, канадский с аэриканский. Это был восьмой или девятый, где-то так. Да, а потом, грубо говоря, в одну ночь, он на 30%-то, они его грохнули. То есть это сразу, и потом, ну, в Канаде, видите, вот мне тоже всегда интересно, в Канаде повышение есть, но там повышение не за счет цены, а за счет уменьшения упаковки. То есть ты как-то не видишь это, да, так, ну... Я помню как раз, я это заметил, когда я пошел в Лобло, это, ну, торговый, сеть торговых, не торговых центров, сеть магазинов продуктовых в Кубеке, и сыр, блок сыра вот этого безвкусного чедра, он стоил за 600 грамм, по-моему, 8 долларов. И в один прекрасный момент я пришел, и там уже не 600 грамм или сколько-то там, там уже 400 грамм за те же самые деньги. То есть я тоже это заметил. То же самое было с арахисом в Костково. Раньше мы ходили, там большая бочка арахиса была, я не помню, сколько стоило. Потом прохожу мимо, смотрю, она уже намного меньше, а цена такая же. Хитрый такой маневр, но некоторые не замечают. Вот, ну, хорошо, да, 14 долларов в час тогда нормальные деньги. Сейчас на 14 долларов в час, вот, вы бы смогли прокормить свою семью? Да, вообще нет, конечно. Сейчас один человек даже не проживет на 14. У нас сейчас мальчики вот старшие, двое из них еще не женаты. Ну, считай, вот они сами себя прокармливают. У них гораздо сейчас выше зарплата, чем 14 долларов. И у них вот от зарплаты до зарплаты. Ну, у них, правда, еще лон на машину. Ну, как бы вот тютя-тютю прям вот вообще. Ну, они на хороших работах. Один, наверное, уже в крупном ресторане. Главное, конечно. Да. Как у склабель. Второй флифтовой компании. Там тоже у него такая зарплата за, ну, больше 70. Всего того, 10 долларов в год в цель. Ну, как ноль. Начало месяца ноль. Все заработал. Следующий месяц ноль. Ну, для Ванкувера 70 тысяч – это маловато. Очень дорого. Ну, для одного. Для одного как бы это нормально. Но у них вот уходит вот прям. Поэтому, я не знаю, на 14 долларов тогда. Но я, конечно, тоже подрабатывала. Я в клининг пошла. Полгода работала в клининге. Пока там ногти. Ну, потом все больше, больше и больше. У меня уже чуть-чуть стало, конечно, тогда попроще. Когда два человека работают, это, конечно, уже… Да, она не надо сходить в два. Негатив очень. Или один за двоих. Хорошо. А вот вы приехали, вы работаете. Каким моментом очень сложно было привыкнуть? Вот изначально. Что прям бросалось в глаза? Вы не могли прям привыкнуть никак? Да, мы как-то вообще ези-бой. У нас как бы везде все нормально. У нас нету такого ничего. Я написала, что вот поначалу накрытал разговором. То есть, что мы говорим, что у нас в состоянии собаки, что ты все понимаешь, а говоришь, ну, так, через пень-колоду. И когда тебя не понимают… Да, ну, они же все какой-то хороший антилистик, какой-то прекрасный антилистик. Ты вообще супер, супер, супер. Ты же поначалу в это все веришь и думаешь, да. Меня раздражало, что я не могла вот пойти куда-то в школу или позвонить учителю. Поэтому мы прекратили сразу. На первом же году мы сразу все поняли, что мы, во-первых, там ничего не понимаем, что они там как бы нам пытаются объяснить. А во-вторых, у нас когда были проблемы со старшим Сережей, там он очень плохо учился, но у нас он и в России как бы… Да, он и здесь не учился, и там не учился. А там вообще… Поэтому мы пошли, и когда нам… Мы, конечно, все поняли, что они сказали, они нам начали говорить, что «Ой, да вы что? Да он такой классный парень!» Это какой у него? Уже почти выпускной класс был. Десятый или одинокс-тый, двенадцатый даже. Он говорит, да, ну, он такой вообще классный парень. У него все получается. У него даже не по одному предмету нет даже пятидесяти процентов. Представь, по всем предметам. Он такой классный. У него в карпе три пятерка, говорит. А мы такие сидим, а он аж развалился такой. И на лап смотрит. Ну что, все ели, да? И все, мы тут поняли, что мы как бы со школой, ну, совсем на других берегах. Школа идет вот только за ребенка во всем. Что бы он ни придумал, хоть пол поменять, хоть не учиться, хоть что он ни придумает, школа всегда его поддерживает. Открыли секрет. Не настаивайте против родителей. Вот это да, это одно. Настаивайте. Система образования в стране. Так вот там посылает. Тихо и петь. Да. Ты можешь быть тупой, главное, чтобы ты был счастливый. Вот это вся школа на это настроит. А, кстати, про школу еще, да, вот что. Когда мы спросили, Наташа ходила, спрашивала, почему не задаете домашнее задание? И этот ответ, конечно, учительница шокировала. Даже школа седьмого класса вообще нет. Они говорят, это может быть дискриминация ребенка. Это как так? Мы тоже не поняли, объясните. А она говорит, ну, понимаете, я буду задавать задание, и все дети смогут его сделать. И они будут чувствовать себя, те, которые не сделают, несчастливы. Поэтому мы не задаем. Я же говорила, если он не будет сделать это домашнее задание. Поэтому... То есть он как-то вот, вот оно, здесь, ну, детей настраивают на лучшее вроде, подтягивая, да, равняйся на пятерочку, ну, грубо говоря. А там как бы ты... В России, во-первых, все знают, кто как учится. Вот все школьники друг про друга знают, что так, вот троечник, я четверочник, и он уже выбирает, подтягиваться ему за другом или нет. А там это все настолько скрытно. Я вот у Владика все время ему старше спрашивала, а как твой там Мэйсон учится, а как твой Джонатан учится? Он говорит, я не знаю. Я говорю, как не знаешь? Мы не знаем никто, как учится. То есть настолько вот такая вот толерантность, или я не знаю, как это даже, может, не толерантность, но уравняловка такая всех, чтобы, не дай бог, кто-то там не обиделся, или, не дай бог, там в туалете вены себе не вскрыл, из-за того, что он хуже всех учится. Для меня я это так расценивала. Для меня был такой небольшой шок, когда я первый раз узнал, что иногда, когда они играют в футбол между собой, две команды, никто не выигрывает. Сколько бы голов не забила команда, они все выходят оттуда, и они все выигрывают. Вот моментально и та команда выиграла, и эта команда выиграла. Как бы you're all winners. Вот это радужное такое. Вы все выиграли. Я никогда это не понимал тогда. А к чему стремиться тогда, если мы все постоянно выигрываем? В спорте точно так же. У них же спорт, только если профессионали, сильно профессиональный, хоккей, да, это туда уже идут, уже конкретно. То там да уже. А вот эти, которые просто для всех, там же спорта вообще нет. Там просто они... Ну, это неправильно. А зачем спортом? Просто, чтобы физически у тебя... Я когда привела Владика на рисование, они там какие-то карандашом, палки-палки, огуречек, вот это он рисовал все 10 дней. И я, когда его ждала, я всегда смотрела на балет, который преподавала, ну, очень-очень полная женщина. Она преподавала балет девочкам. И они просто бегали по кругу. И, ну, вот, как бы, вот такое вот. В рекреэйшн-центрах вот такой спорт, вот такие вот... Ну, зато там много плюсов. В плане того, что вот насчет Торонто, я не знаю, на Панкувере огромное количество паб в бассейне. Просто в каждом районе. Вот это меня еще тоже очень сильно... Как бы, ну, ты в любом районе, где есть, приличный, хороший, закрытый бассейн идешь. Недорого. Да, вот этого не хватает нам. Вот в Америке такого нет. Ну, вот ездили там, не знаю, съездили там, все на Панкувере. Ну, вот как-то проезжали, в один раз в бассейн в Америке туда попали. И то так, с боем, что-то где-то его нашли. Это было, в принципе, одно из таких главных развлечений для нашей семьи. Это поход в бассейн. Потому что это было достаточно дешево. И, ну, и прикольно. Там очень хорошие были бассейны. А так, в принципе, там развлекаться... Побойных полей много. Класс. Да, только они обычно пустые. Ну, это да. Они осенью и зимой только играют, когда дождь. Я всегда поражалась, почему у вас всегда идет футбольный сезон, когда дождите. Почему вы не занимаетесь весной? И меня всегда это поражало. Они часто закрывали тренировку, потому что выпал снег, они не хотят портить поле, траву. Ну, почему-то вот всегда у них в футболе сезон было сезон. Странно очень. Ну, я помню... Ну, я жил в Кубеке и жил в Антарио. В Кубеке-Монреале, в Антарио, в Торонто. Для меня вот эти все поля, футбольные, их много, но они всегда были пустые. Вот честно, я в Москве живу, я могу сравнивать Монреале, Торонто и Москву. В Москве эти футбольные поля постоянно забиты. Там играют и полупрофессиональные команды, и просто обычные люди после работы собираются. Вот куда ни поедешь, всегда увидишь. Баскетбол, футбол. Тут, да, в той стране. Волейбол играют после работы. Кто-то играет настольный теннис тоже. В маленьком городе, где живет мой дедушка и мой дядя. Это очень маленький город, там меньше тысячи людей. Они построили и футбольное поле маленькое, и теннисные эти поставили. Люди играют. Вот у нас народ просто любит быть на улице, а в Канаде мне так все время казалось, что они приходят домой и все живут потом дома. Людей вообще нет. Да, 7 часов. Да даже не всем вообще нет никогда. С машины сел, в машину приехал, уехал. Когда каникулы начинались, какие-то вот весенние, какие-то там зимние, снег выпал. Ты говорю, Владик, пошли скорее в школьный двор. Там, наверное, все в снежки играют. Мне же надо было его социализировать, как-то там это. Приходим, никого нет. То есть, ну как, или классная погода, или там тоже у нас, ну, нечасто было солнце в Ванкувере, 300 дней в году, дождь постоянно. Как только погода, хочется куда-то выйти, друзьями, чтобы он поигрался. А никого нет. Только вот если где-то в парках, вот с семьями мы встречались, договаривались, да, в парках на озере, вот там все они сидят, барбекю. А так вот, чтобы ребенок сам куда-то пошел, вот куда-то в школьный двор, или там с соседями, такого, как не было такого. Ну, это прямо вот реально одинокая такая жизнь получается. Ты как бы и на улице никого не видишь, и на площадках никого нет. Я чуть-чуть про стадион это сказал, потому что мы уезжали, сейчас-то, сейчас-то, конечно, вот эти поля тут, даже, я бы половину сократил и закопал, потому что долго кричать. У нас есть район тоже. Мы когда уезжали, ничего этого не было. Сейчас столько площадок, вообще в каждом дворе такие площадки подзаливали, мягкие вот эти фальмы. Это в Краснодаре, да? Да, в Краснодаре. Новых районов такие площадки строят. Вообще просто. Канада отдыхает. У нас же тут странный город, у нас же частный сектор в центре старом, поэтому там как было, в принципе, там и осталось. А вот эти новые, конечно, новые комплексы, сумасшедшие. Значит, все-таки ваша Россия развивается, как и моя. Ну, да. Не, ну, я когда уезжал, я еще раз, как мне говорил, вот, дайте Путину до 20-го года, не трогайте, он ее побил. Правда, не дают немножко, подсчитывая. Ну, это совсем другой разговор. Насчет, вернемся к Канаде. Был ли у вас опыт с здравоохранением в Канаде? Да. О, 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 да. Продолжение следует...